За этот псалом такие ценные слова. Мир во время войны. Мир и война — это несовместимые понятия. И только Господь может во время войны дать свой мир нашим сердцам, которые и так жаждут этого мира. И в субботний день, когда мы вместе собираемся для совместного Бога поклонения, то действительно небесный мир входит в наши сердца. Мы успокаиваемся. И этот храм во времени. Молитвенный дом — это как храм. И еще и суббота, целые сутки, как храм времени. Они наполнены благословениями Божьими. Наша жизнь, друзья, не всегда зависит от расстановки запятой в предложениях, но очень важны смысловые акценты и ставить их лучше правильно. Есть такое выражение в Библии «Глаз вопиющего в пустыне». Приготовьте путь к Господу. И это выражение давно стало фразеологизмом. В древнейших рукописях Писания нет ни разбиений между словами, предложениями, главами, нет ни знаков припинания, ни заглавных букв. И, например, как прочитать? «Глаз вопиющего в пустыне» — «Приготовьте путь к Господу», как сказано в Матфея 3 главе 3 стихе. Или, как говорит Исаия в 40 главе 3 стихе, «Глаз вопиющего в пустыне» — «Приготовьте путь к Господу». Вы знаете, от одной запятой меняется целый смысл. Это, как сказано в различных примерах амфиболии, когда, например, вы слышали это выражение «казнить нельзя помиловать» или «казнить нельзя, запятая, помиловать». Или же есть такие выражения «говорить, запятая, не обязательно сделать» или «говорить не обязательно, запятая, сделать». Есть еще такой пример «строить нельзя, сносить» или «строить нельзя, запятая, сносить». Так и в предложении библейского стиха, в примере библейского стиха. Как мы сегодня расставим эту запятую? В первом случае, когда мы говорим «Глаз вопиющего в пустыне» «Приготовьте путь к Господу», мы слышим человека, который из пустыни, «вдали от городов» кричит горожанам «Эй, вы там в городах, готовьтесь, Господь грядет». И ссылка эта, она относится к Матфею 3 главе, к Иоанну Крестителю, где написано, сначала читаем, «в те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской, в восточной пустыне, и говорит, покайтесь, приблизилось Царство Небесное, ибо Он тот, о котором сказал пророк Исаия, глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь к Господу и прямыми сделайте стези Ему». Во втором случае это голос, раздающийся на городской площади и призывающий выйти из городов, из вместилищ греха и пошлости, и разврата, и в пустыне, обнаженной от обветшавших одежды культуры, встретить Творца Неба и Земли. От расположения знака припинания смысл меняется довольно значительно. Лично я, думаю, и вы, склоняемся ко второму толкованию. То есть запятую нужно ставить именно там, где сказано у Исаии, «глаз вопиющего в пустыне приготовьте путь к Господу». Джон МакАртур в толковании на Евангелии от Луки, а именно в третьей главе Луки, в четвертом стихе, и в Евангелии от Иоанна, в первой главе, двадцать третьем стихе, то же самое выражение. Так вот, этот толкователь, комментатор Библии пишет, что пророк Исаия призывал народ израильский сделать прямым путь через восточную Иудейскую пустыню, чтобы Бог мог привести свой народ из вавилонского плена. Божья воля заключалась в том, что когда исполнится пророчество семидесяти лет, в которые народ израильский будет в порабощении у вавилонян, чтобы по завершению этого времени израильский народ мог вернуться назад и отстроить город Иерусалим, его стены и храм, где они бы поклонялись Господу. Контекст пророчества Исаии побуждает нас согласиться с толкованием этого автора, ведь Исаия добавляет фразу «в степи». И тогда мы читаем в оригинале, в сороковой главе, третьем стихе пророка Исаии, такие слова «Глаз вопиющего, в пустыне приготовьте путь Господу, в степи прямыми, сделайте стези Богу нашему». Во-вторых, есть еще одна причина. Нужно отметить, что путь нужно приготовить не столько для народа, сколько для Господа. Тогда вырисовывается интересная картина. Пророк приходит к людям, находящимся в плену, и говорит «Идите, проложите путь в пустыне, чтобы Господь мог по ней пройти. Он придет и поведет вас домой по этому пути. Он вернет вас из плена и подарит вам свободу». В-третьих, еще такой один интересный комментатор и богослов Уильям Баркли в своем большом комментарии на Новый Завет пишет в толкованиях, «Когда восточный царь собирался осмотреть свои владения, он высылал вестника, дабы предупредить народ, чтобы дороги были приведены в порядок, расчищены и устроены». Перед прибытием царя отдавался приказ приготовить дороги для путешествия царя. И, конечно же, нет смысла готовить дороги в городе, потому что они и так всегда в порядке. Инфраструктура не нарушена, но в пустыне, где на дороге могут быть неприятные сюрпризы, эту дорогу нужно было подготовить. Именно дороги, находящиеся в суровой, палящей пустыне, требуют надлежащей подготовки и особенного внимания. В-третьих, духовный смысл призыва Иоанна Крестителя состоял в том, чтобы люди приготовили путь для Христа, сотворив достойный плод покаяния. Потому что его речь, давайте еще раз прочитаем второй стих Матфея 3 главы, его речь заключалась в том, что покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное. И покаяние должно совершаться в смирении, а пустыня в Библии всегда была местом, где Бог смирял непокорных грешников. Вы помните, что Бог вел через пустыню? Это особые испытания свой народ 40 лет. Когда Он хотел намного быстрее их ввести в землю Хананскую, но они постоянно роптали и не верили. Восставали то на Моисея, то на Бога. Постоянно мешали Божьему плану. Бог растянул это время аж на долгих 40 лет. Эта пустыня была для них пустыней и испытания, и в то же самое время пустыней смирения. Пока все поколение это не вымерло, и в землю Хананскую вошел только Халев и Иисус Навин со своими семьями. И поэтому в Библии у пророка Осии во 2 главе, в 14 стихе, есть такой стих, выражение. Посему вот и я увлеку ее, приведу ее в пустыню и буду говорить к сердцу ее. Обращаясь к израильтянам на языке супружеских уз, Бог, как жених, обращается к своей невесте или жене, к израильскому народу. Ну, давайте прочтем это место, Осия 2 глава, потому что очень важно на контекст посмотреть немножко выше стихи. С 13, допустим, 2 главы. «Накажу ее за дни служения Ваалам, когда она ходила им и, украсив себя серьгами и ожерельями, ходила за любовниками своими, о меня забывала, говорит Господь». Народ израильский, он впал, видал опоклонство, и Господь говорит, «Я ее накажу. Ей нужно пройти пустыню, чтобы смириться». И тут вот этот 14 стих, «Посему я ее увлеку, приведу ее в пустыню, и там буду говорить к сердцу ее. И дам ей оттуда виноградники ее и долину Ахор в преддверии надежды, и она будет петь там, как в одни юности своей, и как в день выхода своего из земли египетской». И опять же идея пустыни, которая была после выхода из египетской земли. Таким образом, мы можем сделать вывод, что знаки препинания в предлагаемых стихах действительно нужно расставлять не так, как нам предлагает синодальное издание Библии, а так, как оно правильно по смыслу. Правильный смысловой акцент должен быть таким. Глаз вопиющего, глаз Божий, глаз пророка, глаз Библии, глаз Слова Божьего сегодня к каждому из нас, друзья. В пустыне приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему. Это важно, потому что дает нам подлинно ценную характеристику наших сердец, состояние нашего мира, состояние целого этого года, потому что мы лишь пустыня. Наша жизнь, друзья, это пустыня. Этот мир пустыня. Целый этот год пустыня. Я слышал выражение, что этот год значил для украинцев. Первых два месяца январь-февраль и потом война. Война длится до сих пор, до Нового года. Ровно через 12 часов наступит 2023 год. А этот год уходящий был действительно очень сложным. Время, в которое мы живем, довольно серьезное. И сегодня нет повода для праздности и суеты. Я заметил, что, говоря о войне, мы и наши дети, и даже внуки, скорее всего, даже не будут вспоминать войну 39-45 года, Великую Отечественную, потому что Великая Отечественная война для наших потомков, для нас, друзья, это вот та, что длится уже девятый год. И представьте, в какое время мы с вами живем, что война, которую хотелось бы вспоминать о ней, как о прошлом, она сегодня стала для нас настоящим. И дай Бог, чтобы ее не было в будущем. Украинцы всегда на 8 мая говорили Николы Бильша, Николы Знову. И я думаю, что и сегодня в наших сердцах есть эта мысль Николы Знову. Пусть она не повторится никогда, пусть ее не будет в будущем, пусть она останется в прошлом, да и там ее не должно было быть. И сегодня я со смелостью могу сказать, что целый год этот был словно пустыня. И блажен тот, который в это время сделал смирение в сердце своем. В прошлый раз когда мы участвовали в Вечере Господней, я сакцентировал внимание на том, что Господь в плане спасения себя смирил, чтобы нас спасти. Когда я пересматриваю эти видео, которые брат выкладывает в Инстаграме и Ютубе, я за собой заметил незаконченную мысль, потому что нужно было призвать и нас с вами в ответ на Божье смирение. А Бог смирился в чем? Не то, что Он был гордым, и Ему нужно было смирение, а в том, что Он был высокопочтенный, Всевышний, Всемогущий, и Он принял образ раба. И мы в ответ должны смирить себя. В плане спасения человек тоже должен пережить это смирение и понять свою безжизненность, скудость, греховность и отрешенность от Бога, которая сулит только смерть. Мы с вами без Бога, как иссохшая пустыня. И поэтому в этом состоянии очень важно покаяться и приготовить Господу путь, который найдет к нашим сердцам дорогу, придет в нашу жизнь. И тогда, как сказано в Исаии в 35 главе в первых двух стихах, возвеселится пустыня и сухая земля. Возрадуется страна необитаемая и расцветет как нарцисс. Великолепно будет свисти и радоваться, будет торжествовать и ликовать. Сегодня, когда мы будем после завершения субботы накрывать столы, я знаю, коронное блюдо, наверное, во всех народах, не знаю, не слышал никаких других народов, которым был чужд, был такой салат, как оливье. Будут мясо, какие-то напитки, торты, поздравления. У многих в домах и квартирах стоят елки и сосны. Очень важно обратить внимание на духовную составляющую времени, в которой мы живем. Это не время праздновать, потому что война продолжается. Хотя и жить дальше нужно, но следует подумать, а как я проживу следующий год? Раньше, когда я думал об ветеранах, о Великой Отечественной войне, оно меня не касалось. Я думал, человечество через это перешагнуло, но сегодня я понимаю, что моя жизнь и моих современников буквально висит на волоске. От оператора, который направляет ракету или реактивный снаряд, как он нажмет кнопку и какие координаты он там накрутит, а я сижу в панельном доме. Вот буквально зависит, я вот это сейчас настолько ясно понимаю, что гарантии, если я не с Богом, вот какая у меня может быть защита? Какая? Если я с Господом, я понимаю серьезность времени и как я должен жить и надеяться на Него, уповать и вот прямо взять и свою жизнь волевым решением отдать Ему и сказать, Господи, я теперь в Твоих руках. То, что делал раньше, я раскаиваюсь, прости меня, я готов свою жизнь безбожную оставить там, в прошлом, чтобы вручить свое настоящее будущее, и ты меня, пожалуйста, поведи по этой жизни, благослови, поддержи, потому что время не для праздности, хотя пусть будет на столах наших яства, пусть в сердцах будет радость, пусть мы перешагнем через эту дату, перевернем календарь, начнем 2023 год, но духовно, чтобы мы тоже что-то изменили. Меняется год, перемены врываются быстро в нашу жизнь, но чтобы и в духовной жизни произошли эти перемены, дорогие друзья. Пускай для многих из вас 2023 год будет годом принятия решений следовать за Христом, чтобы вы приняли водное крещение, и присоединились к церкви адвентистов седьмого дня. А всем нам, и моим братьям, и сестрам, и гостям, я, дорогие друзья, желаю мира, я желаю победы, я желаю завершения войны, я желаю, чтобы ваши родные вернулись из-за границы и из запада, желаю, чтобы семьи могли встретиться, желаю для вас здоровья, мирных ночей и дней, желаю всем нам долголетия, желаю всем нам сил, крепости, духовных познаний, и особенно, чтобы в этой пустыне мы приготовили к нашим сердцам путь для Господа. Аминь. Помолимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok